всех приветствую на своем канале с вами Леонова Людмила я хотела возобновить рубрику о том что что же я делаю со своим творчеством вот куда его продвигаю и продвигаю ли я его вообще вот смотрите я конечно сейчас вот в офисе у меня есть свободный есть минутку у меня сейчас вот обед я с кружкой чаю жду пока он заварится с вами решила пообщаться смотрите когда я была фрилансером да я работала на себя то есть я взяла я много рисовала много уделяла творчеству мастер-классом это была одна эпоха моей жизни теперь есть другая эпоха творчеством я занимаюсь сейчас мало по запросу по вдохновению но у меня осталось очень много материала так как мне творчество разноплановое я то есть и валялась шерсть у меня шерсть много осталось я рисовала акварелью писала картины маслом и акрилом то есть соответственно у меня заготовки и холсты и у меня картон и у меня упаковочного материала очень много очень много красок и соответственно это все занимает место вот и сами картины рисунки и если изделие например вязание я в основном вязала на заказ и что-то я вязала для детского сада и я их туда за это время как бы собственно говорили на перелизовала реализовываю вот то вопрос то же самое шерсти то что сваляне в основном это было на заказ это куда-то сразу девалась то есть у меня очень мало вещей которые вот именно изделие из вязаной и из шерсти но рисунков и картин у меня много вот я одновременно очень много у меня три года назад три года назад у меня были ролики по продвижению на на зарубежных площадках на эксе на ярмарке мастеров и так далее когда зарубежные площадки отвалились в большей степени вот понятно почему я начала пробовать ярмарка мастеров ярмарка мастеров для меня сейчас не актуально поэтому те ролики которые трехгодичной давности вы можете пересмотреть но будьте пожалуйста внимательнее когда вы смотрите какие ролики ролики у какого-либо блогера смотрите срок выпуска роликов и я собственно говоря это сейчас видео начал записывать с тем самым что мне стали под старыми роликами оставлять комментарии комментариев мало но они есть и они типа вот что-то там и начать претензия извините пожалуйста три года прошло на ярмарке мастеров много что изменилось на это все вообще у меня нет доступа на это я не могу вам помочь не сказать как сейчас алгоритм работать я не могу вам помочь ничем я напишу ролику три года а мне обвиняют что я что-то там не так сказала в ролике блин ну информация устарела у меня есть ролик как я продавала первую картину свою на авито и она как раз вернулась это было первый раз когда я точнее на авито продавала с авито доставкой то есть человек получил ее не объясняя причину просто написал что не подошло и вернула обратно и когда ко мне вернулась эта картина я сняла ролик можете посмотреть его как мои эмоции все такое но прошло три года авито изменились изменилась у меня жизненная ситуация и я пользуюсь теперь услугами авито могу очень даже подробно рассказать какие-то свои действия если это интересно я сниму отдельный ролик о том что происходит сейчас на авито вот творчество мое сейчас заключается действительно по вдохновению по заказу можно обратиться ко мне с заказом по вязанию например по валянию могу написать картину нарисовать акварелью но это такой вот как бы разовое это не постоянное действие сроки мы можем оговорить материалы мы можем оговориться я и по прежнему творческий человек я периодически участвую в ярмарках по мастер-классах вот и собственно говоря мой канал будет дальше продолжаться я меняюсь жизнь меняется ничто не стоит на месте и могу дальше у меня несколько роликов кстати вышло не по творчеству о том как я изменяю свою жизнь да там входя полезные привычки что я ем что я пью у меня маленькие короткие вот эти видео добирают просмотров просто я с людьми начала делиться то что я пью вот я чай пью я сняла маленький короткий шот да вот выставил как статус а вот если есть вопросы по творчеству по вида по реализации ваших творческих и нетворческих каких-либо вещей где-либо на каких площадках пишите в комментариях в принципе я готовлю ролик именно про по реализации ненужных залежей хомяка как я это называю своих творческих запасов чтобы вздохнул дом свободнее это тоже такая полезная привычка отдавать переработку например макулатура металл сдавать переработку вот стекло я периодически сдаю в водку в баночке спада бадов вот то есть я готовлю такой ролик вот если есть какие то вопросы и до выхода этого ролика вы можете написать под этим роликом вот я их учту я как раз смонтирую как раз с вашими уже пожеланиями вот и нет ничего постоянного вот вот нет ничего кстати и временного вот есть жизнь которая постоянно одеформируется она постоянно втекает и запотекает из каких-либо вещей людей которые к нам приходят информации которые к нам поступают от нашего внутреннего состояния и поэтому когда говорят нет ничего более постоянного чем временное да это наверно так вот но действительно все изменяется и даже не от нас самих иногда зависит изменение в нашей жизни изменения в кругу нашем да в нашем поле вот то же самое например что я здесь вот сейчас на работе я сюда и вообще не собиралась вот так сложились обстоятельства просто сложились обстоятельства я была открыта к этим обстоятельствам я сказала почему бы нет вот я здесь вот почему бы нет и я вернулась на площадку например авито вот почему бы нет я хочу с вами поделиться теперь опытом что же я делаю на этом авито вот ждите следующего ролика пишите вопросы давайте с вами была ли он любил пока